Доброе время суток, друзья! Боевая провинция приветствует вас! 21 числа будет много интересных боев. Это завтра у нас. И один из таких боев, это два немца будут драться, один албанец, это Сенат Гаши, второй Том Шварц, немец. Ну, Сенат Гаши тоже немец, друзья. Почему я решил уделить внимание этому бою и познакомить вас, своих подписчиков, с этими бойцами, потому что эти бойцы, один из них напомнил мне Виталия Кличко, у них одинаковая техника, Владимира Кличко, мне напомнил его стиль ведения боя, это Том Шварц, немец. Потому что Владимир же он в Германии много занимался или постоянно занимался, я точно не знаю. И поэтому вот этот стиль ведения боя перенял вот этот Том Шварц. Том Шварц, это, друзья, боец 20 боев, 13 нокаутом. Но что характерно и интересно, ему всего лишь, друзья, 23 года. В супертяжах выступает. Это, ну, это те бойцы, друзья, я считаю, у которых все равно будущее. Может, когда-то они проиграют еще. Да, конечно, сыроватый этот боец. Но вот именно вот эта манера, так как рост у него, друзья, 197 сантиметров, как Джошуа, там, сантиметр, что ли, разница примерно. Такая же манера, левая рука опущенная, правая здесь у него, ну, около головы. И пытается на дистанции держать соперника. И так как молодой боец, он еще много двигается на ногах, за счет чего сопернику трудно к нему подойти. Ну, еще такой рыхловатый, видно, еще сыроватый, сама вот эта физуха мощи еще маловато, так как, видите, 23 года, и все-таки и рост такой, и всего 13 нокаутов. Ну, это все, друзья, наверстаемые, потому что это года, которые позволяют еще расти бойцу. Ну, что еще я о нем могу сказать, друзья? За ним нужно следить, за ним посмотреть, если вот этот бой он выиграет или проиграет, потому что у него будет такой серьезный нокаутер, 16-0-16 нокаутов. Это тоже немец, вот еще раз повторюсь, Сенат Гаши, который ниже него ростом, 183 сантиметра, 27 лет ему. Прогноз я на этот бой не смогу дать, друзья, потому что вот этот Сенат Гаши, он еще такой, знаете, ну, не поймешь, как бы не состоявшийся еще боец. Он вылазит за счет крепкой головы и за счет жесткого удара. Ну, его с Гасием, я с Гасием Муратом, я не могу сравнить, потому что у Гасиеву все-таки понятный стиль. Он движется вперед планомерно. Сейчас у него этот стиль уже входит в его постоянное боксирование, и руки он начал поднимать. А этот еще не поймешь, что руки подымет, то он с опущенными, когда не надо, он может поднять руки. Когда нужно поднять, он может опустить руки, сделать там оттяжку или пропустить удар. Так как бойцы у него были незначимые, но он и сам еще незначимый, Гасием, только значимый это удар нокаутирующий. И вот это противостояние, друзья, мы посмотрим, сможет ли Гаси нокаутировать вот этого Шварца, сможет ли он найти ключ к этому высокому бойцу. Потому что Гаси все-таки нокаутер, а Шварц такой, знаете, технарь. Ну, в тяжа, в супертяжелой весовой категории мы знаем прекрасно, что любой может нокаутировать. Тоже и Шварц, если хорошо попадет, тоже может нокаутировать. Пробьет он Гаси, не пробьет. Давайте вот этот... Если вдруг Шварц выиграет этот бой, друзья, то, конечно, мы будем за ним следить, потому что это у нас Кличко номер два. И мы с вами по нем будем судить. Еще вот этот стиль ведения боя, который... Ну, которым владели братья Кличко, будет ли он доминировать в современном боксе или не будет вот в лице вот этого Шварца. Вы мне скажете, а как вы нашли его или еще что-то? Ну, вот расписание боев смотрел, и сначала мне бросился в глаза вот этот показатель 16-0-16. Это Сенат Гаши. Я хотел посмотреть, что это за такой нокаутер. Хороший удар, жесткий удар. Такой думающий, но еще... Ну, еще непонятный боец, друзья. И со временем он, когда сформируется, конечно, будем мы и на него прогнозы давать. Шварц, он уже сформировался, но у Шварца не было таких нокаутеров, как вот этот Гаши. И вот посмотрел я, когда в расписании боев вот этого Сената Гаши, посмотрел, кто с ним будет драться. И посмотрел один из боев Тома Шварца и увидел вот этот стиль ведения боя, дистанция. Также может и повязаться в клинче, как... Ну, еще не сильно грязнит, как Кличко. Но все равно уже клинчует, так вот. Так что, друзья, я советую, посмотрите этот бой. И... Будем следить за ним, если, конечно, его не нокаутирует Гаши. Если, конечно, Гаши нокаутирует, то тогда будем уже смотреть за Гаши, разбирать его технику, тактику. Потому что этот бой все-таки будет за ВБО, пояс Интерконтиненталь, после этого пояса уже эти люди пойдут все выше, выше и выше. Тем более Шварц, он еще чемпион мира у нас среди молодежи по ВБС, ВБО. Так что это такой боец, который возлагает надежды. Ну, вот такой, друзья, не прогноз, как скажем, а обсуждение я с вами произвел. Завтра посмотрим. И этому бою обязательно дадим, друзья, анализ. И мой совет любителям любителей бокса, посмотрите, пожалуйста, вот этого бойца Тома Шварца и Сината Гаши. И когда будем обсуждать вместе, вместе с вами предскажем их будущее, что их ждет, как их ждет, где их ждет, когда их ждет. Все, друзья, всем пока. Подписываемся на боевую провинцию. Главное, не забываем. Ну, и я думаю, мы с вами завтра, я, наверное, еще какой-нибудь прогноз делаю. Вот эти значимые бои и Джеронта Дэвис будем анализ давать уже, наверное, завтра. Все, всем пока, друзья.